Всем добрый вечер, дорогие ценители киберспорта! Сегодня наша трансляция посвящена 12-му раунду группового этапа турнира Domination Series. Все ближе и ближе ближится к завершению групповой этап данного соревнования, но он все еще продолжает быть интригующим и любопытным, ведь на два проходных места претендуют сразу четыре команды. Сегодня в рамках нашей трансляции будут соревноваться такие коллективы, как Калискват и Сильверс, но освещать противостояние будет наш доблестный оператор Михаил Иммортал Хиродов, я, Генри22, а также мой напарник Сотников Ваня. Ваня, привет! Всем привет! И расклады очень интересные, по правде говоря. Тут ими мы, кстати, сейчас и займемся. Надо напомнить, что первая встреча этих команд проходила в формате Medium, который выбрали RedSquad и завершилась закономерной победой первых со счетом 2-0. А сейчас Сильверы выбрали Light, в принципе, абсолютно логический выбор, логичный выбор, точнее. Я бы тоже выбрал Light на месте Сильверов. При том, что RedSquad и очень плохо себя показывают в этом формате. Все закономерно и Сильверам, по сути, не остается альтернатив, кроме как выигрывать этот матч. Я напомню, что кланы буквально подперли друг друга за попытку выхода с третьего и четвертой позиции групповой сетки. В частности, Сильверс и на данный момент располагаются на шестом месте, но в их запасе еще есть три матча. И при наилучших и благоприятных условиях они могут еще выскочить на третье и четвертое место, заменив с собой GoPro или Next. Ну или вклад ситуация, конечно, получше. Они на втором месте заручились уже 23 очками, но наверняка они будут показывать максимум, да бы остаться в текущем положении. Кстати, ты представляешь, какая заруба будет в следующем туре? Next против Сильверов. Это будет действительно схватка месяца, потому что и тот, и тот коллектив хочет выйти. Соответственно, если один друг его оставляет с нулем, он, соответственно, повышает свои шансы на прохождение. Если Сильверс выигрывает сегодняшний матч, они сравниваются с Next по счету 16-16. Потому что я не сильно уверен, что Next сегодня обыграют Пингвинов, но вот Сильверсы могут еще сравняться с ними по очкам. Значит, 13-й раунд воистину будет решать. Да, кто выигрывает, тот по факту и выходит на вплэй-офф. Ну, там, конечно, есть GoPro, но у GoPro календарь полегче. Во-первых, это анонны. Вчера, тем более, GoPro игру с Сатернити выиграли. Дальше у них будут анонны и Elite Squad, причем GoPro будет там в формате Lite играть против Elite Squad в своем формате. Тут для GoPro благоприятный календарь. И ты правильно сказал, что я тоже не верю в Next-Off в формате Medium против Пингвинов. Поэтому с Сильвером сейчас надо сравнивать очки. А вот я хотел посмотреть, кстати, Next-ы Сильверы. Какая там А2-1 Next-ы выиграли, кстати, Сильверов. То есть там в ответной игре Сильвером надо будет выигрывать либо 3-0, либо 2-0, чтобы по личным показателям встреч тоже опередить Next-ов. И при этом, если я не ошибаюсь, в прошлый раз формат выбирали именно Сильверы. Они тогда были хозяевами, а значит сейчас Next-ы будут выбирать. Да, тогда Сильверы выбирали, выбирали Lite и проиграли в Lite. В общем, да, у нас все очень закручено. К тому же там есть Этернити, которые наступают так же на пятки и так же хотят выходить дальше. И пока опережают Сильверов на 1 очко. Ну и тут, конечно, все закручено прям невероятно. У Этернити, наверное, тоже сложный календарь, потому что Elite Squad'ы и потом Next-ы в последнем туре. Конечно, вот это, наверное, две игры у Сильверов самые решающие. Потому что там потом же Спасинги, которые, скорее всего, Сильверы выиграют. А вот Next-ы и Elite Squad, я думаю, все решат. Что ж, действительно, групповой этап предлагает с собой невероятное количество интригующих моментов. И сам по себе, да невероятное конкурентное. Мы видим, что целых шесть кланов пытаются отбороться за прохождение финальной стадии турнира. Да и же Спасинги с Unknown'ами, будучи, честным говоря, тоже продолжают конкурировать друг за друга. Все-таки каждый из этих коллективов стремятся выйти хотя бы на седьмое место, чтобы не вылететь из первой лиги, а хотя бы сыграть в стыке. Да. Очень много разных завязок у нас перед решающими матчами группового этапа. И это здорово. Каждая игра будет что-то решать. Каждая игра суперинтересная. И я надеюсь, прям на топовую зарубу. Надо только один момент уточнить. Сильверы Light на Кунгуре играли против Unknown и проиграли его 2-0. Буквально вот недавно это было. За обе стороны они потерпели поражение и за красную, и за синюю. Причем ничего особо не показав. И тут снова Кунгур против Elite Squad. Тот же самый Light. Вопросы небольшие. Есть. Ну, возможно, они потренировались, пересмотрели свою игру. В любом случае, я надеюсь, что выбор именно этой карты, тот факт, что они не вычеркнули все-таки чем-то рациональным, да, буслов. Ну, смотри. Сильвером, вообще-то, ничья тоже не очень хорошо. Ну, никак не заходит. Ничейный результат никак не приближает их к некстам. И в случае победы некстов в следующем раунде, или ничейном результате, если тут будет ничья, конечно, то там уже нексты выходят в следующий тур. Конечно, если сами нексты будут хорошо себя показывать. В общем, слишком много интриг. Лучше сразу углубиться в этот невероятный бой. У нас тут пока все перегол по КД просят. Поэтому, можно еще о чем-то поговорить? Мы не можем не забывать об Eternity Advanced, которые параллельно также могут набрать свою копилочку очков. В конечном итоге у них тоже будет встреча с Elite Squad'ами и Next'ами. Этот коллектив также будет пытаться выйти. Если он наберет, допустим, хотя бы одну победу, то есть сместится с 14 очков до 17, а Сильверс останется в текущих позициях, для Сильверсов эта ситуация будет не самая лучшая. Ну что ж, в тем временем наши коллективы уже принялись играть первый раунд. И я думаю, что нам самое время представить сегодняшних участников в противостоянии. Ваня, с кого бы ты хотел... Давай начну с Сильверов, тем более они делают атаку. Кью-56 с Джек Расселом уже будут уходить на мост. Две дашки у них было. Джек Рассел остается на одну. Хороший фокус от Визаута прилетает до дашной реля. И Кью-56 пока не подбирает. За Флэмми Гвардиан там есть на Адурису, по которому выдают ее. И там еще Империал на ДА. И скидка Кью-56 отличная. Империал остается на две рельсы. Еще бы одну дать. И было бы вообще превосходно. Успевают. А там Джек Рассел снова на ДА. Что же за дроп такой у Сильверов в начале раунда? Все. Все абсолютно ДА выпали. И они увозят флаг. И нет перехвата в исполнении лиц-квадов. Бернард Брайанс находится слишком далеко, чтобы помочь и попробовать забрать флаг противника. Визаут в одиночку заходит в атаку, но ему всячески препятствует девочка с коры. И Джек Рассел с легкостью доставляет первых. Что же, довольно быстрый. Невероятный дроп. Так сложилось. И отличная доставка от Сильверов. Действительно превосходная атака. Я надеюсь, что это не последняя превосходная атака от Сильверов. По правде говоря. И они нас будут рады всю игру. Заходами в 3-4 корпуса. Так, ну я состав-то так и не представил. The Famiguardian на Васпике. Imperial на Васпике. Девочка с коре. Слэш Ауи Е. У нас последний дейфер. И Изи Соло на смоке. Это Сильвер. А в свою очередь коллектив или сквад представляют Брянс, который пытался зайти на двойных атак. Руинер. От, отыгрывающий на смоке. Сэр Бернард. Леня Мал. И... Кого же я забыл? Брянс. Визаут. Визаут, наверное. Кстати, Дашка падает в городе. Интересно, есть ли проблемы в составе у Лидс Квад. Потому что Брянс я привык больше видеть на Васпе рельси, нежели чем на Хантере. И я надеюсь, что у них в этом плане все хорошо. Но, как ты правильно отмечал, для Лидс Квад эта игра ничего не значит абсолютно. Они уже вышли в плей-офф. Поэтому они чувствуют себя спокойно. И могут даже раунды понабивать там для кого-то. Пытаться примерно заходить в атаку Брянс хотел раздамажить Джек Рассела, но он находится в одиночку подле деревни и с ним довольно быстро расправляются. Руинер забирает ДДшку, будет дамажить по Изи Соло, сносит ваншотом. Сэр Бернард также подоспевает в атаку, но как-то по одному, что ли. Они спеша заходят Лидс Квады, и их атаки не конвертируются в уход. Дашка падает в городе, и Руинер будет ее собирать. Ю-56, конечно, пытался в этом плане выехать и отобрать, может быть, но что-то не пошло. Изи Соло Дашка из Зе Флэмми заходит на нейтре с фабрики при поддержке Империала. Джек Рассел будет встречать под мостом. Может, Джек Рассел лучше там вообще остаться, Зе Флэмми мог бы на него спрыгнуть. Но Две Лидсы прилетают от Элиц Квад, и будут попытки уже от Лени мало увозить. Надо Джек Рассел добить Визауто срочно. Это все читает. Читает, правда, Лени мало приезжает. Кью-56 не попадает! Простой же прострел был. А в свою очередь, Руинер, находясь почти целым, на двойных уже вывозит флаг абонентов. Никто не может у вас препятствовать. Он находится уже довольно близко к городу. Еще две рельсы нужно по нему выдать, чтобы уничтожить. Кью-56 выдаёт ДДш, но Руинер все же выдерживает. Он продолжает свое движение. Он довозит флаг до собственной базы, но необходима смена. Если кто-то сейчас ворвется, они могут вернуть флаг. Так, Джек Рассел приближается к городу, но должен быть респаун хотя бы одного красного игрока. Респециально у Нямао появляется Руинер, и флаг будет подхвачен. Фламе Гвардин пытается везти, вывозит на мост, но нужен фокус. Нормально, нормально. Там Брян свернет, тут Руинер ДАшный. Я думаю, что должна быть доставка. Главное, самоковода убить. Вот сейчас Ези Соло отправляется на Резбо. Да, так и происходит. И это, скорее всего, будет 1-1. Джек Рассел, кстати, подвлагивает. Я не знаю, суди есть на карте, нет. Это не знаю, поэтому пока оставим это так. Какой-то там... А, момент. ОДД. ОДД сбил прицел к Ю56. Если бы он это не сделал, то... Был бы УОС. Там ДДш на Ю56 бы очень много шороха надел на красной базе. Что ж, тем временем сейчас становится раундом. 1-1, команды разыгрывают в области фабрики. Бернард настреливает по оппонентам, используя ДД. Я думаю, в ближайшее время мы увидим очередную атаку. Падает сразу две брони в деревне со стороны Синий Брян. Леоня Мал поехал в разлом за Беродашку. У него это получится? Да, отличное выдвижение от восповодов красной команды. Про Империал в тылах ОДД уже в курсе. И в завод, как последний дейфер, пытается раздамажить средние корпуса, дабы те биты собирали фул перед мостом. Дарк Энджел заходит вместо Брянца. А у нас есть атака в четыре танка на красную базу. Это очень опасно. Выглядит Ю56 ДДшный. Правда, не попадает он по Дарк Энджелу. И Дарк Энджел, в свою очередь, в ответ не попадает. А на одну остается. Леоня Малу бы дать как-нибудь суметь прострелить. Отлично он сумеет. Нет, он не попал. Там Руинер добил. Зе Флэйм избил Леоня Малу. Зе Флэйм избил Леоня Малу. Да. Ну, все хорошо пока. Ну, атака в очередной раз в четыре танка. Сильвером за это респект. В этом плане у них все довольно-таки неплохо. Правда, увозов нет. Но теперь два Дашны Хантера намереваются зайти на фабрику, хотя Дарк Энджел связает путь. Наверняка он попытается зайти через город и увести флаг по стандартной траектории. Также подключаются Отт и Бернард. Оба они должны раздамажить Жекрасл и попытаться увозить. Конечно, тут Синие навязывают борьбу и пытаются раздамажить обоих атакеров. Вот уже остается один. Сбивает неплохо прицел, но есть изи Соло, который добивает вражеского смока. Флэмми Гвардиан заходит на двойных. Им помешала сейчас помощь союзников, но как не кстати, отрестился от, который сейчас будет очень больно на странице. Заберет он Зефлэмми и поможет с Кью-56 на точке. Хотя нет, Зефлэмми ОДД убивает и в итоге Кью-56 увозит. Увозит он под мост на аптеку, между прочим, на две рели, конечно. Там ОДД ошибся, он не добил Зефлэмми и в итоге проблемы огромные. Кью-56 теперь целый. И что придумать с Квартом? Ну, почти все синие находятся справа на фабрике. Сейчас можно попытаться отжать Дашку в разломе, но не тут-то было. Изи Соло уже заметил все ценные припасы, забрал и выступает на то, чтобы максимум раздамажить потенциальных перехватчиков. Заблетает, девочка скорее пытается блокировать, еще чуть-чуть и скинула в яму, но не такого масса Хантера, чтобы это сделать. Но все равно очень неплохо делает подкоп и буквально задерживает двойного оппонента. Джек Рассел доставляет рейтингами, выдвигая свои коллеги. Возит на мост и вязать не попадает по нему империалу, уже довозит почти до конца, но и флаг пока лежит в красном. Там Люнемало. Люнемало нужно отстреляться. Он, конечно, может попытаться вернуть, но пока что синие, все смотрят на него. Так или иначе, должны уничтожать данного ВСПО. Даже Красел подхватывает, смещается назад, пытаясь довести флаг ближе к собственной базе. Видза утрывается, может попытаться вернуть, есть возврат в исполнении данного. И Руинер. Руинер будет заходить на Дани 3 из-под моста. Изи Соло, правда, его уже видят, попадает Сербернард по Смоководу. Надо срочно убить Смоку. Быстрый фокус есть и два игрока на Дашках. Девочка с Каре видит, что происходит. Этот мужик кричит своей команде, помогите, мы горим. Но Люнемало увозит. В принципе, Люнемало пахнет на девочку с Каре. ОДД, надо посмотреть в разлом. Там ДД. Если ОДД заберет ДД, это будет прям очень круто. Но ОДД решает сопровождать, я так понимаю, нет. Вот, обратил внимание. Все-таки поезд. Молодец. И может ехать на возврат. Фокус должен быть по ОДД. Если Сильверы хотят увести флаг. Это происходит, да? Размен. За 40 секунд до конца. За 50. Ладно? Джек Рассел заходит по мосту. Выдает первую. Теперь он на рельсе с преимуществом. И должны ли с квадой помочь? А то там заходит за Флейми. И в целом, если за Флейми поможет, это будет возврат? Одну рельс должен попадать в Флейми Гвардиан. Есть попадание и вернет. Да, да, это возврат и недоставка. Потому что он уже увозит. Сербин Гвардиан. Он уже выдвигается ближе к городу. Пока что некому отпустили. Ловит первую рельсу. Изи Соло также стреляет. Рельса в исполнении КП-56. Он уничтожает тражеского флагоносца. И некому подхватить. Изи Соло будет возвращать. Тем временем девочка с коре уже находится в тылах собственной базы. И будет ставить третий. Отлично. Три-один. Реализация с синей стороны есть. Превосходно. Конечно, не прям идеально. Но Сильверы хорошую атаку показали. Постоянно заходили не по одному. Вместе. Хороший фокус. Демонстрировали разбор целей. И надо их похвалить за это. Я бы только Леня Малу поругал. Когда Руинер на Дани-3 ехал. Там Леня Мал должен был со Смокой помочь. Вместо этого он не дал релью. И Смока добрую половину хп Руинера-то снесла. Пока тот ехал и бодался с девочкой с коре. А так, вполне себе неплохая игра. Где-то элит-склады, наверное, ошиблись. С дропом вовремя не выдвинулись или не дофокусили. Где-то не дособирали. Дашки у себя на шифре и на толчке. Или на конюшне. Кому больше нравится. Но, в целом, добротные раунды мы с вами посмотрели. Я надеюсь, что и дальше будет так же круто. Да, я уверен, что второй раунд будет не менее насыщен. И посмотрим, каким образом реализуя Тильвери красную сторону. Но пока что команда собирает весь дроп, записывает тайминги и готовится к продолжению противостояния. Горячая тигрица. Интересно. Ну... Ну что ж, ска... Команда довольно активно записывает дроп и буквально 30 секунд отделяют их от Дрит. Да, 30 секунд, и мы посмотрим второй раунд. Опять же, элит-складом надо постараться выиграть все синюю сторону. Да, потому что если проиграют, будет ситуация. Очень приятно льда на коллективе, потому что потом придется отыгрывать сразу два раунда к ряунду. И то максимум, на что можно будет рассчитывать, это нечего. Думаю, элит-склады так или иначе хотят одержать победу. Элит-склады... 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 Смотри, элит-склады в чем проблема? Они третий раунд за синюю сторону начинают, а там мосты им. Соответственно, если сейчас счет становится вдруг 2-0 или элит-складам не удается выиграть этот раунд, то, как бы, потом надо что-то делать за синюю стороны на мостах. Тем временем, Брянц уже заходит в город противников, располагая этот парень двойными. Еще бы не помешала помощь союзников, в свою очередь, КП-6 и Изисола. Также наличествуют двойными припасами и готовятся также ворваться в атаку. Как много рельс ловит КП-6, но он продолжает отбиваться от противников, а Изисола переориентируется и, вероятно, будет так же встречать Брянц, если его не салют. Атака пресекается на корню, горячая тигрица пытается подхватить знамя, но что-то подсказывает, что по ней прилетит достаточное количество рельс, чтобы уничтожить. Бернер так же ничего не сделает, Витзал стремится отжать ДАшку, но Джек Рассел оказывается быстрее и забирает. Интересно, или циклад будет Брянц менять, а он сам вылетел? Пора бы зайти к какому-то другому игроку, видно, что Брянц не может пофиксить свои технические проблемы, это играет только на руку Сильвером, потому что лид-сквад банально пятером. А, то есть в Флэме замена, а то, что лид-сквад играет пять человек, это их не волнует. Так понимаю. Странно. Я думаю, наверняка ищут замену, либо ждут, пока он обновится. Джек Рассел в одиночку заходит в атаку, но есть лид-сквад, который расправляется при поддержке Визалта с этим одиночным заходом. В свою очередь в городе лежит и ДА, и Нитра, в общем, полный набор для хантероводов. Дарк Энджел наконец-то заходит на замену. Что-то как-то долго очень он собирался с мыслями. Собирает, кстати, сразу двойные коробки и поедет в атаку. Горячая тигрица, к слову, тоже собирает свой фул. Я так понимаю, Флэме нельзя политься, он там хорошо по талам заходит. Лелю я бы не давал. Ну, и за Флэме солидарен, видимо, со мной. А Кью-56 будет уходить. Будет увозить... Не видеть, его контролируют обитал. Тигрица тоже контролирует, или не контролирует Кью-56. Ну, промахнулась, но есть еще выстрел, и второй выстрел проходит успешно, и Визалта Лына быстро возвращает. Драк Энджел вывозит по направлению к аптечке, у него есть очень внушительная поддержка в исполнении на малые тигрицы, но Флэме Гвардин врывается, пытается так же увезти, но как много рельс по ним прилетает, он очень быстро отправляется на респаун. Некому подхватить пока что красное знамя, горячая тигрица очень быстро, лишаются показателей жизни. Визалт все-таки подоспевает, подхватывает, но девочка скоро может вернуть. Драк Энджел во время респится и должен подхватывать. Есть подхват флага, Джек Рассел крепится в 6, стремятся к тому, чтобы окружить оппонента, но подлид Рак Энджел и есть смока, значит, она должна раздамажить хантеров. Надо бы... Тем временем, я воспользовался случай. Ну, конечно, надо давать релью уже по девочке с каре. Одна остается, Люня Мал подкрадывается со спины, но Джек Рассел думает, что не даст вернуть. Все-таки он хантер. Люня Мал, правда, сделал львиную долю работы, он Дашку забрал и все у него хорошо. Кью-56, кстати, так же залагал у Сидоров. Любопытно. Флаг красной команды просто так пока лежит, но некому вернуть, хотя Эзи Соло выглядит очень опасным оружием. Драк Энджел подхватывает нами, Эзи Соло пока что не смещается ближе и с ним расправляется. Бернард Визаунд вновь подхватывает. Продолжается размен на карте, пока что ни одна, ни другая команда не переходит консолидированную атаку. Красные должны подобрать двойные, которые уже выпали в городе, и Джек Рассел стремится идти в атаку. Ну, падает еще Дашка в разломе, которую бы забрать. ОДД это, наверное, понимает, но не успеет. Там Джек Рассел, Дашка уже остается за ним. Горячая тигрица, я бы спрыгну с моста, а то там смока может ее раздамажить или его. А если аптека, ну, горячая тигрица, да, решила отдохнуть в кустиках. В минусе, ну, крайне неудачный заход, конечно, на фуле. В общем, кстати, я не понимаю, зачем было ехать по мосту. И огромная сейчас проблема у Элит-Сквад. Там Джек Рассел в фулоу, Эзи Соло на Дашке. Надо смещаться срочно в деревню Визаута. Прям моментально надо уходить оттуда, иначе Джек Рассел просто вернет. Визаут это прекрасно понимает и убегает. Правда, Горячая тигрица, стой, куда же ты едешь? Джек Рассел должен добить, и еще один буквально выстрел на ДДшке, и будет возврат флага Джек Рассел, она прямо и подбирает, и действительно происходит возврат, значит Сильверы будут доставлять первый для себя флаг. Конечно, есть еще шанс у Элит-Сквадов перехватить, они будут пытаться наносить очень много урона по флагоносцу, но и есть паровозик, и 56 переворачивается минус, делает невероятный кульбит в 360 градусов и доставка. Доставляет флаг? Молодец. Не, 1-0. Что-то Горячая тигрица, я не знаю, что она хотела от Джек Рассел, но Джек Рассел был на фуле, и решение ехать... Собственно, Визаут убегала от Джек Рассел, Горячая тигрица решила поехать к Джек Расселу. Я не знаю, насколько это решение было оправданным. Возможно, что-то произошло с информацией, но я не получила информация о том, что там заходит флаг и противник, хотя такая информация наверняка должна была промелькнуть в конференции. тем временем падают двойные в городе, и что-то подсказывает мне, что на этот раз Драк Энжел их заберет. Да, отжимает ДА-шку у Джек Рассела, и тем самым осложняет дальнейшую атаку для коллектива. Как-то или склады не выглядят, прям норма, с сильными клавами влайте именно. Слишком легко все для них. Мы тем временем почти все или склады сейчас находятся на базе оппонентов Горячая тигрица через аптечку, в этот флаг располагает пока еще не троида движкой, но как быстро по ней прилетела рельса, и вновь в возврат убыки. Тридзавт будет подхватывать, но он всего лишь на одну рельсу, и по нему просто обязаны стреляться. Джек Рассел на фуле катается по вражескому деревню. Джек Рассел просто катается, и я думаю, его все устраивает. Горячая тигрица снова с Джек Расселом посвещалась, и Джек Рассел в очередной раз был сильнее, чем Горячая тигрица. Ну как-то, да, особо ничего интересного я от Лидсклад не вижу, а Сильвера спокойно, я так понимаю, доводит этот раунд до победы. Ну, я по крайней мере не вижу пока, чем Лидсклады ответят. Ничего, никаких атак я особо не вижу, кроме контроля дропа, но реализации дропа никакой. Но мы не будем забывать, что, опять-таки, довольно невыгодно. Не то чтобы проигрывать, но даже заканчивать конкурс нещего. Этот раунд, Джек Рассел заходит в атаку, есть Фламин Гвардия, но он очень быстро отправляется на респаун, исходя из минимального числа показателей жизни. И вот так же будет расправляться с Хантероводом, и снова одиночная атака не привела к желаемому увозу. В свою очередь падают дашки на синей базе, сразу три на фабрике на 100 метровке и деревне, и, соответственно, сейчас у Лидсклад есть довольно неплохая возможность зайти в атаку. Горячая тигрица, вон, снова на фу собрала перед мостом и едет вперёд. Правда, в очередной раз там изи сона дашки стоит на желтом доме, и, ну, горячую тигрицу, скорее, все очень быстро тут убьют. Правда, сбитый прицеп от Джек Рассел есть в копилке. Неплох. Ну, а теперь её будет блокировать. Да, Изи Соло сейчас тоже приедет, всем селом нападают на горячую тигрицу и убивают. Ещё и Клю-56 присоединился к этой тусовке. Дэви Завт ничего не сделает, Джек Рассел по нему вддш, но очень быстро отбивают Сильвера атаку, а по нему и снова дроп не реализован. Минута остаётся до конца, дропа уже у Лидсклад не будет, ну и мы пойдём смотреть через минутку уже. Мосты ММ, там Элитсклад будет начинать за синюю сторону. Конечно, если в таком же состоянии Лидсклад выйдут в плей-офф доминашн сериас, то максимум для них это четвёртое место, судя по всему. Потому что не уметь играть в Лидсклад вот прям совсем это очень плохо. Почти все кланы, которые выйдут в плей-офф, играть этот самый Лид будет. И да, будет Элитсклад им очень сложно. Да, даже больше нечего добавить. Остаётся только надеяться, что они реализуют время, которое будет отведено им для того, чтобы потонироваться между групповым и финальным сезоном. Но опять, не факт, что за это время можно будет поднять уровень игры в этом формате до таких высот, чтобы обыграть кланы, которые довольно опытные. Ну, как минимум, да, конечно, ты против Пингвинов в первом же туре не попадёшь. Но всё же. Тем более, там вот проводятся первые два раунда на карте 6 на 6 в формате Medium, это полуфинал. Третий и четвёртый раунд в формате Light. И если Элитсклад вот так же будет продолжать играть в Light, то очень велика вероятность пенальти раундов. А пенальти раунды — это 1 на 1 на реле и 1 на 1 на грамме. И вот что касается дуэлянтов, у Элитсклад всё очень плохо. Если мы берём, к примеру, сравниваем, если Сильвера вот, допустим, выйдут, там вообще сплошь и рядом дуэлянты. Пингвины — то же самое. Нексты, опять же, там сплошные дуэлянты, хоть куда не посмотри. Этеджники даже, если выйдут. Ну и как-то Элитсклад пока вот видится максимум топ-4. Ну, опять же, они же 100% уже выходят. А если они ещё и умудрятся занять... А есть такой шанс, что они займут не второе место, интересно? Нужно посчитать, теоретически. Надо посмотреть, да. Если Элитсклад выигрывают 3 матча, тогда они могут поменять местами Литсклад. Ну или Гупро, например. Они могут равняться по счёту. Да. Тем более у Гупро ещё очная игра будет в Элитсклад. Не, у Гупро-то 2 игры всего осталось, поэтому Гупро не догонят. А Нексты могут, да. Если сегодня Элитсклад проигрывают, потом игра против Этернити. И Элитсклады 2 игры проигрывают. Ну, Некстам надо сегодня пингвинов играть, потом Сильверов и потом Этернити. У Некстов, конечно, задача прям очень сложная. Да, невероятно сложная. Тем временем есть ссылочка, будем планомерно заходить. И ждать, когда команды начнут следовать. Ну а касаемо позиции Элитсклада, мы не будем также выпускать внимание тот факт, что они действительно могут попытаться выйти в пенальти, взяв от себя максимум и выиграв, допустим, 2 раунда в условном матче в формате медиум. Но опять-таки, что помешает кланам-конкурентам, прочитав эту ситуацию, дополнительно потренировать медиум, попытаться выиграть хотя бы один раунд на поле противника, с тем, чтобы затем, полностью реализовав лайт, пресечь даже возможность дополнительного раунда. Все-таки коллективы опытные, и они также могут неплохо показать себя в медиуме. И если так посмотреть, то коллективы... Ну, если GoPro выйдут, то ладно, а так, если, допустим, выйдут Нексты, Сильверы и Пингвины, то самым неопытным коллективом будет именно Элит-Склад. Без какого-либо выдающегося призовых мест, игры. Ну и, соответственно, лайт хоть как-то играть надо. То, что я увидел на Кунгуре, это катастрофа, конечно. Полная отдача дропа. И самое главное, что даже тот, который Элит-Склады забирали, они его не реализовывали. Но, возможно, набивали раунды Горячая Тигрица. Возможно. Я, кстати, не знаю вообще, кто это такой. Я так понимаю, это какой-то мальчик, который сделал ник женский. Это модно у нас в танках. Вот Ауе положил моду на такие переименовки. Сделал ник Девочка с Карем. Хотя, может, это и девочка какая-то. Все возможно на наших танках. В наших танках, как в Европе, все возможно. Кстати, интересно, кто-то все-таки такая Горячая Тигрица, потому что в составе Элит-Склад-то ее еще нет на портале. Самому интересно нужно... Ну, вот чисто, если по логике, это может быть АДЖИКЕЙ. Кто-то поменял, да. Вэйр. Вот мы не видели Вэйра, Дракона и АДЖИКЕя. Вот это кто-то из этих трех человек. Это все три человека мальчики вроде. Соответственно, да. Ну ладно. Да, ЭДЖИКЕЙ сейчас на карту зашел, так что он уже исключается. Значит, Вэйр и Дракона стоят. Да, это либо Вэйр, либо Дракон. В общем, нужно будет через форум посмотреть. Возможно, там уже ник поменялся. А, это Вэйр, да. Это Вэйр. Это он поменял, ник? Ну, судя по всему, да. Потому что он заместитель клана, командир. ОДД вот там идет как главнокомандующий, а Вэйр... В прошлом изъяв своего силы вроде. У него был ник. Как раз, по-моему, он. Ну что ж, вполне возможно, но мы не будем отрываться от продолжения противостояния. Коллективы, шеделитные лиси, вовсю пытаются забрать первый дроп. Джекрас стремится к тому, что подхватить ДА-шку и ловит колоссальный объем урон. Он почти расправляется с этим оппонентом и тем самым пресекая на корню потенциальную попытку атаки данного игрока. Грячий тигрит, в свою очередь, заходит на ДА-шку, в стан противников, не помешает помощь. Джеканжи уже готовится выдавать портящие рельсы и вновь минус в исполнении данного игрока. С Кунгура не отошло, видимо, вот этот вот момент падать в минусе на дропе. К слову, как я уже говорил, теперь с Сильвером просто можно сыграть в ничью. Благо, за красную базу на мостах ничейный результат ну вот очень легко делается без каких-либо проблем. И благодаря этому ничейному результату Сильвер себе обеспечит равенство очков с нокстами. Кстати, нексты 1-0 пока проигрывают после первой карты. И у них вроде как даже шанс еще есть не проиграть Кунгура. То есть, они один раунд на ничью свели? Да, смогли все. Да, это действительно неплохо и значит, они еще там поборются. Это радует. Я надеюсь, что элит-склад тоже поборются. Иначе будет обидно. Q-56 подхватывает люстру и наверняка на ней будет стремиться к атаке. Тем более, что есть оптички, за счет которой он восполнил показателей жизни. Джек Рассел тоже находится на ближайшем мосту подле флага, но он не успевает подобрать оптичку. А значит, Q-56 придется взять все в свои руки. А вокруг ведь довольно много противников и это обуславливает потери драгоценных. Прекрасно мы контролируем Дашку, падающую на островке и снова красный будет готовить к атаке. Изи Соло довольно виртуозно переворачивает минус Леня Малая. Действительно великолепно. EQ-56 при поддержке Империя ловновь готовит заходить в атаку. Последние полторы минуты мы не видели попыток нападения в исполнении лиц-склада. Возможно, они пытаются переориентироваться и вскоре мы увидим их в попытку ввести флаг. В свою очередь Империал подхватывает. Q-56 находится подлинно. Ему придется выехать на простреливаемую зону, чтобы подхватить и, соответственно, высокие шансы, что его разберут. И Джекейт тоже, как ни кстати, там респится и значит Q-56 не убьет. Была попытка отжать Дашку на школе от Силера, но ничего-то как-то не очень это получается. Горячая тигрица снова в атаке, а Империал в очередь увозит. Дело это небольшую обманку, но там ОДД, я думаю, что ОДД разберется, да и Сэр Бернард отличную релью выдает. Горячую тигрицу, Горячую тигрицу тоже убили. Пока все в принципе очень спокойно, ничего интересного прямо скажу не происходит. Дарк Энджел будет пытаться забирать Дашку, Изи Соло по нему стреляет и Q-56 выдает рельсу, АДЖК кстати вовремя забивает прицел, Империал это делает. Кстати, я так понимаю забрал все-таки Дарк Энджел ДА, потому что Q-56 без нее и остается только на ДД не 3. Неплохо. Дарк Энджел с Ребернард готовятся к потенциальной атаке противника, одиночный заход исполнения Q-56 вряд ли конвертируется в успешный увоз. Нужно сливать ОДА. Очень неплохая помощь пришла Q-56 и все-таки часть защитников была слита. Есть птичка на мосту, но не стоит на нее ориентироваться, теперь Империал остается в одиночку и АДЖК разряжаются по оппоненту на выстрел ранее. Очень вовремя респ ОДД был на флаге, да и Сэр Бернард кстати, который ты говорил будет сдерживать атаку в минусе там лежал, поэтому не сильно он помогал. Дарк Энджел пытается зайти на красный флаг, но это одиночный заход в очередной раз, который ни к чему не приведет. Единственное, что хорошо, это то, что Сэр Бернард забрал ДД на острове и этот двойной урон не достанется Изи Соло. Кстати, Дашка падает и можно было бы попробовать выдвинуться на нее к U56 например, сойдет девочка из Коре при поддержке Изи Соло попытаться забрать дроп. По УДД можно было бы выдать релью на остров. Как забавно, Изи Соло с УДД вместе стоят на острове и не трогают друг друга. Вот только сейчас начали стрелять. А тем временем раунд пересек свой экватор остается ровно 4,5 минуты до конца но и мы не видим ни одной доставки флага. Пока что ситуация Яна на руку с Сильвером которым по сути достаточно сыграть в ничью сей раунд и уйти с гордо поднятой головой отыграв матч со счетом 2-0 но или складом необходимо все-таки набавлять темп переходить более агрессивный вид отобрали дроп у Сильверов и оставили их без дашки да и без нитры еще к тому же Леня Мал в этом эпизоде отлично отыграл в плане контроля дропа противника и своего или склад отлично играют вот если бы не счет в матче 2-0 мосты были бы конечно просто превосходными вот снова выдвижение на остров и снова или склад забирают дроп у Сильверов тут можно отметить что Сильвер явно не очень играют мосты потому что по фокусу нужным и контролю дропа или склад их переигрывают а Джек Рассел кстати забрал дашку на острове у Лид Склад в ответ на Дарк Энджело и вот тут респект конечно Ю-56 Империал вновь пытается зайти вот так Джек Рассел на себя забирает достаточно внушительный объем внимания оппонентов не говоря о том что тигрица получила неплохое количество урона и Q-56 почти целый подхватывает с нами нужно сливать айджики и не забывать о том что есть также дальние прострелы урона разряжаются по флагоносцу но есть еще Джек Рассел который готов подхватить какой неудачный переворот переворот исполненники 56 но есть союзники которые готовы подхватить вот неплохо накидывается островка но и сам теряет показатели жизни Фламе подхватил но проехал не больше чем пару метров и погиб выстрелом Леня Мала Дарк Энджел спускается и нужен один выстрел по Империалу для того чтобы вернуть отлично пока ну как отлично во первых снова Рид Сквад заберут дроп у Сильверов на семерке скорее всего да вот Изисола нет Изисола успел в этот раз повезло Сильверам так бы они могли лишиться уже третьего дропа в этом раунде пытаются для них мало увозить а куда что уедешь с базы окруженной тремя танками никуда и Сильвер так Грица будет стремиться отхватить припасы на кемперке Грица забирает ДДшку на центральном мосту и нужно забирать броню также падает оптичка по ней неуклонно разряжаются оппоненты и все таки удается спасти ту самую коричневую коробку уже графу показали жизни но есть шанс еще забрать аптечку хорошая атака от элитскват посмотри сэрбернард не трогай будет убивать за флэми гвардиана и на аптеку на аптеку надо ехать на даркэнджела 4 респа на 7 доме это кстати очень хорошо для элитскват дд пытается спрыгнуть прыжок есть но увоза нет хороший фокус хотя даркэнджел какой респ и может еще подхватить даже не может а точно подхватит правда сбитый прицел от флэми и тут уже ничего не сделать но попытка была крутая действительно великолепный был заход я думаю еще пару таких попыток и можно уверенно увозить флаг им довольно сильно не повезло что тигрицы все-таки не отжало двойные которые находились на кемперке и их подобрал джек расов и отыграв выведя из строя двух игр но уже минута и пару атак мы с тобой не увидим это наверное вот прямо сейчас последняя кстати которая может закончиться даже успешно если бы прилетело пару рельс ну и 40 секунд я не верю что за 40 секунд можно вообще то флаг увезти на мостах за синюю сторону без дропа поэтому мы должны констатировать факт победы сильверов 2-0 в этом матче ну и ключик надо будет нам сказать а вы те кто нас смотрит можете смело идти смотреть пингвина next потому что там идет уже прошло точнее 6 минут с начала третьего раунда счет пока 0-0 карта иран формат medium и вот там очень много решается точно так же как и здесь ну конечно только после того как мы вам скажем ключик в свою очередь ключик 92 18 9218 поэтому переходите на сайт розыгрыша вводите и ожидайте результатов они будут показаны на параллельной трансляции поэтому также присоединяйтесь к параллельному эфиру на этой ноте мы будем планомерно с вами прощаться поздравляем коллектив сильвер с очередной победой и будем ждать новых результатов что ж сегодня специально для вас показывали видео мортал херодов комментировали генри 22 и ваня сотников ваня мы прощаемся и до всем пока ключик еще раз 9218 обязательно смотрите матч пингвина next бегом туда и болейте за того кто вам больше нравится